Дом, квартира, баня или забор, который вы не сможете себе позволить. Или позволите, но скрипя сердце. К лету, самому горячему сезону ремонта и строительства, стоимость металла в России буквально взлетела. Жители приезжают со сметой на одни цены и просчитывают разницу. Ну, примерно, тысяча на триста. И что вы об этом думаете? Прекрасно думаю. Что вы здесь будете приобретать? Сайдинг. Металлочерепичный. Металл начал расти в цене еще в конце 2020-го, когда мир потихоньку стал забывать о пандемии. Остановленное производство, строительство возобновилось, создав спрос. А просевший рубль сделал экспорт металла более выгодным. И на внутреннем рынке появился дефицит, который тоже повлиял на цену. К примеру, наши соседи объявили о том, что у них в ассортименте появился профлист толщиной 0,2 мм. При общепринятых стандартах ранее, когда у нас не было такого ценового бума на металл, общепринятый стандарт был 0,5 мм. Клиенты готовы терять в качестве, когда определенный продукт нужно купить за бюджет, утвержденный еще зимой. Но все же на рынке рекламного оборудования составляющих меньше, чем в строительной сфере. За неполный год цены на металлопродукцию выросли чуть ли не вдвое. То, что сейчас происходит на рынке, не предугадать. То, что раньше считалось дизайнерски более интересным, соответственно, дорогим, стало доступным. На примере мягкой кровли, допустим, цена у нее раньше была выше, чем у металла. То есть металл черепицы и так далее, профнастила. А сейчас такая тенденция, что мягкая кровля стала дешевле, чем металл. И, следовательно, мы тоже переходим на мягкую кровлю. Ну, не совсем, но мы будем ее завозить. И у нас будет это в ассортименте. Застройщикам в этом плане сложнее. Одно на другое в процессе работы уже не заменить. Говорить на такую больную тему с нами вживую не захотела ни одна компания. Алгоритм прислал письменный ответ. Там уверены, что с учетом проектного финансирования в банке, застройщики должны будут рисковать, либо не брать объект вовсе. Изменение цены проекта на стадии его реализации – процедура непростая, потому что требует согласия банка. Не каждый банк пойдет на уступки застройщику. В таком случае финансировать разницу придется за счет собственных средств. Социальное строительство в еще больших рамках. Из-за скачка цен под угрозой срыва 70 объектов КАИ. Селф и Векстрой уведомили власти, что приостанавливают строительство соцобъектов. Уже ясно, что сроки контракта сорвут крытый каток и физкультурно-оздоровительный комплекс в Барнауле, детский сад Ясли в Белокурихе. В Краевой Минстрой заверяют, что в июле должна появиться методика расчета. Как к остатку бюджета применять действующие цены. В Москве разрабатывают законопроект, по которому стоимость госконтракта могут изменять и зароста цен стройматериалов, но не более чем на 30%. В Минстрое говорят, нарушители сроков не будут штрафовать и отбирать объекты. Содержать, охранять объект. Где-то какие-то могут потребоваться консервации. Все зависит от того, в какой степени готовности объект. Где-то есть кровли, где-то нет еще кровель. Поэтому не допустить разрушения их. Речь-то не идет о расторжении сейчас, пока контрактов, я думаю, и не дойдет до этого. Кстати, застройщики уверены, что до конца года металл вырастет в цене еще больше. Втрое. Так что, возможно, весь этот год люди будут закупаться впрок. Но, опять же, повышенный спрос подогревает цену еще больше. Спада какого-то не наблюдается. Поэтому люди боятся этого и вкладывают деньги в стройку, в металл и так далее. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.